Любой турист, пожелавший посетить Одессу, может найти себе жилье по карману. Остановиться можно как в малобюджетном хостеле, так и в гостинице экстра-класса. Недостатка в предложении здесь нет. Но проблемы в гостиничной сфере все же есть. Наряду с добросовестными предпринимателями, рассказывают эксперты, существуют и те, кто ведет бизнес нечестно, тем самым сильно искажая имидж курортного города. Речь идет о тех, кто незаконно присваивает своим заведениям заветные звезды, при этом не оказывая посетителям должных услуг. В 2012 году была отменена, как вы знаете, обязательная сертификация. Но многие бизнесмены, руководители предприятия делают, немного жалея, деньги с целью обогащения или легкой наживы не сертифицировать свои предприятия. Чтобы привлечь клиентов, не улучшая свое качество, а просто позиционируют себя, скажем так, не обладая ни одной даже звездой, даже не проходя сертификацию, как владельцами четырех-пяти звезд. В свою очередь, они не предоставляют даже половины услуг, то, что требуется на эти звезды. Только в прошлом году, отметили специалисты, было возбуждено несколько уголовных дел в связи с недобросовестностью предпринимателей. Что же касается статистики, то в Одессе насчитывается более 270 гостиниц. Среди них 121 отель, 97 апартаментов, 28 хостелов. При этом 84 отеля, по словам специалистов, позиционируют себя обладателями от одной до пяти звезд. На самом же деле, свидетельство о присвоении категории имеет только 31 объект. Специалисты рассказывают, есть четкое разграничение, позволяющее определить, сколько звезд у той или иной гостиницы. Одна звезда – это просто могут быть гостиничные услуги, без питания, без завтраков, то есть просто как гостиница. На пять звезд должно быть питание, при том и ресторан, бар, какая-то парикмахерская должна быть, плюс перечень определенных услуг, и массажный кабинет, и сауна, бассейн. При этом близость к морю гостиничного объекта официально на цену не влияет. Ее устанавливают уже сами предприниматели. И отсутствие прежнего наплыва клиентов, рассказывают специалисты, заставило в последнее время многих владельцев гостиниц поменять тактику ведения бизнеса. Можно даже встретить то, что в пятизвездочной гостинице цены будут такие же, как в обычных комнатах отдыха в городе, потому что просто выживают, и лишь бы работать хотя бы коммунально, оплачивать зарплату людям, особенно зимой. Всего же в городе, рассказывают эксперты, семь пятизвездочных отелей, четырехзвездочных – восемь, трехзвездочных – десять, две звезды имеют три гостиничных объекта и пять гостиниц – однозвездочные.